так мне сказали нажать сюда доброго времени суток дорогие зрители с вами вечерний кадык и это спецвыпуск под названием шанхайский кадык мы находимся в пятизвездочном отеле в шанхае имя этого отеля carry on hotel и спонсор спонсор нашего спецвыпуска омин башпи без которого этот выпуск просто бы никак не вышел и сегодня я буду отвечать на ваши вопросы которые у вас накопились после нашего выступления на даке обещал что пораньше он выйдет но получилось только после турнира потому что сами понимаете тренировки все-таки были важнее так начнем я попытаюсь максимально в этот раз без каких-либо рофла по нам почти серьезе так получится очень и конечно саппортить не в этом будет игорь бетплея который конечно сейчас не в кадре но голос его периодически будете слышать поэтому не пугайтесь так погнали в первый вопрос какая на данный момент обстановка в команде после игр на даке ну целом хорошая обстановка то есть не были каких-либо там обид и нет никакого недопонимания условно которое могло бы возникнуть после поражения то есть все в принципе нормально нормально сейчас отношениях особенно после автопати все то есть хороших отношений в общем не не переживайте ребят как ты себя чувствовал когда защит себе они чат пи тяжелый вопрос чувствовал себя так себе но со счетом на себе когда будет интервью со фэном очевидно что этот вопрос нужно не не задавать и фэну какая цель у вас сейчас сейчас мы возвращаемся домой отдыхаем несколько дней наверное может там два три дня не знаю посмотрим точно не хочу заказывать и потом после этого снова начинаем тренироваться потому что будет ряд квалификаций там на дремлигу кажется на эпицентр и на остальные турниры то есть тоже важные квалификации для нас которых мы будем принимать участие пытаемся пойти на эти ланы довольны ли вы своим результатом я бы сказал удовлетворены планируются ли какие-либо изменения составе команды думаю нет не планируется я уже спрашивал почему не баня тинкера опп где анализ матчей других команд а так красавцы ну это имеется ввиду против айджи да ну мы как-то не поверили что они возьмут его на второй пик если честно в этом плане прогадали хотя да надо было забанить это нас немножко обескуражило в этом плане да там действительно это для нас было неожиданности из-за этого по сути проиграли игру потому что были просто к этому не готовы тебя спросили что во время мажора делать будешь и вы вообще делать будете скорее всего просто отдыхать ну хотя не знаю не буду заказывать может быть кто-то захочет из команды поехать вряд ли это буду я потому что ну посмотреть именно как зрители имеется ввиду потому что для меня если честно как-то было бы так себе находиться на дима ивенте как зритель просто не захотел бы наверное такой участи но скорее всего будем просто наблюдать за командами а немножко отдохнем потому что вряд ли кто-то будет к вешаться во время мажора то есть смотрим тяжело сейчас догадывать что это был за пик негра почему так плохо им отыграли эта заготовка была не сказать что заготовка то есть просто почувствовали предположили что некрофос может быть хорош в нашем пике решили ну не то чтобы проэкспериментировать но просто как-то какой-то неожиданной для соперника взять как-то поверили в этого героя мы немножко не получилось так бывает это же но и абадон там просто решили проэкспериментировать в этом плане передумали сами себя по итогу как отрастить такой сексуальный нос много овощей нужно кушать вот много овощей кушаешь и загновили инвокер 03 потом начали видеть что пошло не так ошибка на нарушание если честно очень стоило нам полностью игры то есть самое главное было это ошибка на нарушание где мы пошли первый раз там плохо поменялись из-за голема со словом который действительно очень сильно решил варлок в том замесе а второй раз вообще что-то несуразное сделали отдали полностью игру реально обидно было в этом плане как контрить гостика пик нити не абадона и все готово и накормить его острой едой и накормить и острые китайской едой на почему не радовались победе на сцене это такой вопрос подвоха потому что мы не победили на сцене почему fn похож на изгоя даже не общается после игры общается почему а здесь просто люди ну они всегда видят что происходит ну блин мы тоже не особо общаемся в кабинке когда проиграли после там на бэкстейджа уже общаемся вместе что-то что не так как вы чувствовали себя на сцене такого крупного лана в целом конечно было какое-то волнение поначалу но если там говорить за меня то заценик я не знаю то есть поначалу да тоже так волновался если честно потом именно когда садишься сам прощаешься в сам процесс именно в игре то уже умение само собой попадает и целом сосредоточен полностью был на игре заценик не знаю опять про изгоя мы решили что он изгой я не знаю fn можно fn не изгой fn душа компании fn апает всем мораль и вообще центровой коллективе поэтому не знаю с чего взяли что он изгой он просто не хочет появляться на видео форвард форвард забивала забивает мячи то есть команды больше всего переживает за ошибки и поражения ну да наверное чапки больше всего потому что виду своей молодости и где-то неопытности ты решил серьезно заняться бодибилдингом нет просто для поддержания поддержки какой-то формы хожу чисто для себя занимаюсь чтобы там спина не болела во время игры или что-то в этом роде просто для себя чисто не то что там я горюете кровь и также тонко и качественно не знаю опять же можно много овощей попробовать кушать лежит с ростиком на как вы думаете могилу вы занять призовое место как вы ближайшую стране я буду участвовать призовое место за но имеется ввиду топ-3 ну да могли если вы играли айджи реально мне казалось что пассива но точно айджи там проиграли где-то первую игру по пику то есть не ожидали ну то есть реально могли а сама обидно было проиграть и же виталия потому что мы просто чувствовали что на порядок сильнее чем они но к сожалению не пошло так кто координирует появление у тебя фобия ухопешных медведей под бандами я вспомню координирует по игре ну в целом в зависимости от возможностей то есть условно да у меня есть какие-то возможности то есть это на инициатор то скорее я там пытаюсь говорить что-то куда переместиться что сделать там если там рост играет на каком-то герой который он уже там что-то нафармил свое то то есть в принципе все вносят какую-то свою лепту кто-то больше кто-то меньше как-то так это работает у нас команде если команде токсичные игроки и как с ним справиться нету поэтому не знаю а где он а вижу тп от кд что да но это хороший вопрос лёха с аватарка и несет задавая его чаще почему проиграли и живи после первой игры если честно были таким приподнятом действительно настроение то есть немножечко подумали поликом вообще играем нам отдали 5 волосы наших сигнатурных героев как будто враги там совершенно не готовились но потом то есть реально и считали что просто двумой быстро закончим ну получилось как получилось просто где-то себя передуманием в оставшихся двух играх как команда проводит время вне доты и тренировок игр и так далее и проводят ли это время с вами fn ну да ростик проводится время в основном ну то есть всегда почти помимо игр именно что сделали здесь там играли баскетбол просто ходили кушать куда-то закупаться там не знаю телефон и телефоны теряли вместе да почему команда такой низкий пункт героев что она планирует с ним делать теперь 10 из 10 игр берет только мидгейм героев на драку а ведь есть куча других вариантов как надо плюс висп а прость за извините много запятая висплюскими пускатом чем-то и так далее так ездить нагаточками либо и выстрелить ну по поводу маленького пула героев у нас объективно говоря просто не было особо много времени после квалификации на киев то есть мы кардинально там подошли к процессу пикинга то есть просто у нас была где-то неделя если не изменяет память на подготовку для дака и то что мы наработали в принципе видели да нам действительно не потом каких-то моментах шире пула ну будем над этим работать то есть просто реально не успели перестроиться после киевского мажора после квалификации что делать если мой друг красит волосы и делает татуировки ну очевидно игорь но я хотел только что сказать это думаете думаете ли выбрать тренера вот есть расставил ну да думаю андрей больше не могу сказать андрей ты раз на куту знаток ландруида игрок имеющий кучу игр на нем скажи почему все-таки стал более популярный вариант раскачки без медведя и учитывая небольшие баффи симоны таланты и последнем патче вернется ли он между странный вопрос очевидно что из-за талантов были у медведя рожевую форму намного было лучше но сейчас его понерфили действительно сильно особенно рэбит понерфили за один самых важных спеллов у него было не знаю что ему нужно чтобы вернуться месту наверное еще опыт таланты для внешней формы это так почему обижаете игоря это неправда никто не обижаю лежают не обижаете обижаете ты больше не они пошли будет разговаривал ли ты или команда с игроками других команд интересный вопрос ну не знаю даже как на него ответить разговаривали ты играешь с 4 много разговаривали ну со 4 до нависок сказать более на автопатии было да кто занимается пиками почему вы рискуете пиками почему вижу на без массы они закон талии то сейчас закон трим вижу на без мастера интересно как она пиками занимается я и пушка гостик всегда такой спокойный да конечно я сама спокойствия всегда повлиял лежат мэн на вашу игру советами и тому подобное или просто общался дал рекомендации то довольно результатом было когда версус не знаю когда вес не знаю возьмешь когда морфеус выбрать предложит таблетку там красная синяя красная типа облаям за что там синяя остаешься ну типа забываешься по моему а красная типа там все-таки на меня это из трека оксимирона отсылка не слушал короче просто процитировал трек оксимирона и спросил ну тогда послушаю оксимирона а там потом решу ваше расписание на когда стоит и сколько играете будут вас положить да у каждого по разному в принципе на турнире более менее старались и придерживаться одного чтобы просыпаться утром сыграть там покушать сыграть один-два павлика идти уже на официальные игры как как-то так конечно вот сижу пояснительном шмоте на как снимаешь напряжение осталось после игр там еще была добавка интересная про ваще и записываю вечернего кадыка для вас так и снимаю напряжение ой какой агрессивный вопрос читать такое отвечу кирилл лемон лиман не надо смотреть на парня начали мне даже картинки нету как бы извините я не буду читать этот вопрос нет 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 нету фотки типа не отвечает без фоток не отвечает как твои родители относятся к тому чем ты занимаешься положительно и поддерживают меня в этом а вот один вопрос зачем пик рубика первым пиком он такой имба ну нет далеко не имба герой но просто ренат себя хорошо на нем чувствует удобно распикывать было у нас рубика именно это не какая-то супер мба в нашем понимании просто так сложилось что удобно ли через него было пик вести наши статегии вокруг этого героя во многом строились как-то так почему за жопили купить нормальный торт чатки это просто вы не видели местные торты на китайские торты к сожалению наверное один из лучших вы поэтому как раз таки не за рот был как проходила подготовка подготовка ну принципе нормально проходила поначалу когда приехали с будским по было так себе где-то нам нужно было один-два дня настроиться на игру потом уже в целом мы ну так тоже начали там много кавешек побеждать и хороший пик у нас начали получаться в основном мы играли короче с дом дома мы играли там с ликвидами с концами кто попадался уже не вспомнил если честно поэтому простите но здесь да вот cg двумя составами егэ йоджи что ты подарил чайпе очень подарок и от каждого еще добавок и от меня мнение улыбку и хорошее настроение если у вас люди которые анализируют пике и после игры говорят там что лучше забанить или пик нет но скоро на и невозможно будет если на свете что-то лучше чем китайская еда так у меня через 20 минут в аэропорт уезжаю хорошо хорошо что китайская еда уже будет далеко от меня кто-то говорил что человек был сильно расстроен после катки на ней професи и именно fn подбадрила его что скажешь про это сильное поражение или по духу всей команды да не так чтобы сильно неприятно было конечно но все понимали что проиграли заслуженно и нужно с этим работать скорее но fn да был там такой момент общался с ваном мы не слышали возможно там как-то особенно какой-то был разговор никто не знаю они держат это в секрете между собой в принципе вроде на все вопросы которые были адекватные и нормально я ответил это был шанхайский кадык спецвыпуск именно для вас и увидимся я думаю на буткемпе или на следующем лане всем пока в москве в москве в москве в москве в москве